Другие порядки зигомицет, кроме микорох, ну, порядок эндагоновый известен, он характерен тем, что у него есть такие крупные образования спорокарпы, в принципе, вот они на картинке, они круглые, желтоватого цвета, длиной до 2-3 см, вот под цифрой 1, это его основное вот это вот тело, которое называется спорокарп. Это переплетение разного типа мицелия и, в принципе, оно напоминает плодовые тела высших грибов, поэтому длительно эти спорокарпы считали, что, может быть, это трюфели и только позже доказали, что это зигомицеты, то есть низшие грибы. Ну, наиболее крупный род эндагоны, они при бесполом размножении образуют споранги, вот тут нарисованы под цифрами 3 и 2, кажется, тоже. Ну, под цифрой 3 тут точно споранги, то есть мешочки набиты спорами для того, чтобы дальше размножаться. Также у них есть половой процесс, который вот нарисован в основной части всей этой картинки, то есть у них сливаются две клетки, из которых одна более крупная, поэтому считается женская, и другая более мелкая, поэтому считается мужской. Как правило, они все сапрофиты, то есть они где-нибудь в почве, во мху, там на останках каких-нибудь этих веточек и все такое. Есть там такая еще вид локтифлуа, эндагоны локтифлуа, из которой при разрезании млечный такой сок, бледно-розовый, вступает. Ну, наиболее такой актуальный из этого всего, что осталось от зигомицет, это порядок энтомофторовый, и он хорошо изучен, потому что энтомофторовые, они паразитируют на насекомых. И поэтому это нам важно, так как в основном насекомые нам причиняют вред, мы еще никаких насекомых не научились разводить и получать от них пользу. Зато очень много насекомых, которые жить нам мешают, такие как комары, мухи, тли и тому подобное. Так вот, это гриб, который паразитирует на насекомых и потому является нашим союзником значительной степени. Он широко распространен, это такой один из главных бичей насекомых, не надо думать, что они неуязвимы, у них тоже свои заболевания. Поражают практически 12 отрядов насекомых, то есть на широком спектре, и некоторые также и других членистоногих, типа клещей, пауков, тоже может у них гриб быть. Они отличаются по степени их специализации, то есть имеются широкого спектра, допустим, энтомофтора сферосперма, она поражает бабочку, моль, различных тлей, яблону, беденицу и так далее. Эти все бабочки, как правило, вредители растений, поэтому пусть поражают. Потом есть энтомофтора короната, которая может поражать и насекомых, и лошадей, и человека даже. Но в принципе это единственный вид, это все энтомофторы, которые могут даже поражать млекопитающие и вызывать у него микоз. Но есть узкоспециализированные, допустим, только на клопах и определенного вида, потом есть только на саранче. Этомофторовый гриб, это, в общем, для насекомого ужасно, то есть он прорастает внутри насекомого, образует внутри насекомого грибницу, порядка сантиметра в диаметре. Потом у него мицелии распадаются на отдельные элементы, которые с током крови насекомого, у насекомых тоже кровь есть. Вот по крови они распространяются по всему телу, эти куски гриба, и тоже везде прорастают дальше по всему телу. Оно довольно быстро уничтожает насекомого, и насекомое полностью превращается в гриб. То есть все ткани насекомого заменяются тканями гриба. Крупное насекомое, типа саранчи, оно его может убивать порядка 8 дней. Мелкое насекомое, типа комара, оно примерно за 2 дня энтомофтора убивает. Но она при этом сразу быстро размножается, и поэтому распространяется быстро по всей популяции. Причем энтомофтора хочет убить, то есть она не собирается долго паразитировать, потому что она выделяет в большом количестве токсины, которые отравляют насекомые. Она перестает нормально соображать. И также и ферменты. Ферменты уничтожают различные ткани насекомого, чтобы их было потом удобнее потреблять. Это энтомофтори. То есть она его еще активно травит, не только там растет. Когда оно окончательно там прорастет, на поверхность тела выходит вот такой налет. Вот она, пораженная всяческая муха. Он состоит из канидии носцев. То есть это спора, которая растет непосредственно на мицелии. То есть она не образует спороношение вот этих спорангий специальных органов, как предыдущие грибы в предыдущем клипе. Он образует канидии носцы, когда канидии, то есть споры, растут непосредственно на самом мицелии гриба. Когда муха уже умерла, обычно он ее еще прикрепляет резоидами. То есть из нее снизу прорастает что-то типа корней. Он закрепляет гриб муху на субстрат, внутри которого живет, которого он убил уже. И вот в таком виде уже закрепленной мухи гриб может жить до следующей весны. То есть вот допустим, если осень, вот он муху убил, закрепился и до весны там живет. Может также прикреплять к субстрату хоботком ее, каким-то таким специальным. Самое важное при его размножении, это отстреливать вот эти самые канидии. То есть муху-то угробить это ладно, она даже потом перейти на другую муху, иначе же прервется рот там авторы. Поэтому для него характерен довольно такой сильный отстрел, что он выбрасывает спермы на расстояние, которое в тысячу раз превосходит его размеры споры. Выбрасывает очень быстро, создает такое давление плазмы. То есть вот насекомое, которое уже убитое, от него прям масса вот этой споры прям с большой силой разлетаются. Иногда даже такой типа венчик виден, что она выбрасывает споры. Ну и допустим у них даже по часам это бывает. Допустим она саранчу обычно убивает днем, за ночь из убитой уже саранчи отрастают споры канидии носцы. И с утра она начинает разбрасывать их, пытаясь поразить соседнюю саранчу, потому что утром как раз саранча скапливается на листьях, роса покрывает листья, и вот гриб продолжает заражать всю соседнюю саранчу, которая там рядом находится. Ну и вот туда происходит образование такого ореола вокруг насекомого. Канидии жизнеспособны порядка 72 часов, причем если они попадут в воду, они начинают формировать там другие разные формы канидии, пытаясь побольше прожить. То есть вторичная третичная канидия формируется, то есть она ждет пока рядом не появятся насекомые и она к нему прикрепится. У некоторых насекомых она их поражает особо подло, допустим яблонного клопа, вот его паразит поражает таким образом, что он убивает его задние мускулы и вообще заднюю часть клопа, причем передние мускулы работают. То есть клоп уже больной, уже умирает, тем не менее он может двигаться. Это нужно, чтобы он вот двигаясь переносил ее на новое расстояние, чтобы она заражала других клопов. Также известно, что энтомофтора может побуждать больную особь куда-нибудь забираться повыше, допустим саранчу. Это ей нужно, чтобы вот сверху проще обстреливать этими самыми спорами. То есть саранча залазит куда-нибудь на самый верх травы и потом там умирает и гриб начинает сверху обстреливать вниз, заражая всю саранчу, которая внизу находится. И вот он каким-то образом ее заставляет именно так себя вести саранчу, гриб. Также они образуют покоящиеся споры, которые вот допустим, когда холодно будет или засуха будет, вот они могут долго находиться в земле, пока наконец не натолкнуться на насекомое. Покоящиеся споры он образует уже после того, как он убил насекомого, как и все другие споры, и может образовать их бесполым или половым путем. То есть бесполые азигоспоры и половым путем образуют зигоспоры. Они бесцветные такие, шаровидные, со стенками такие, они набиты внутри жиром, так как грибы они тоже в качестве жира запасают свои всякие вещества питательные. Вот оно внутри набито жиром и, соответственно, за счет него какое-то время питается. Прорастают они довольно плохо, но вот когда встретят насекомое, то прорастает уже хорошо. Первоначальное заражение насекомых происходит вот этих спор, которые находятся в почве. И, соответственно, часто вспышки происходят на различных пастбищах, многолетних землях, на растительных останках. Она может спору закрепить долгосрочную. А когда уже насекомые заболели, то они выбрасывают канидии, как я ранее описывал, и отстреливаются на соседних насекомых. И таким образом уже заболевание массовый характер имеет и обычно очень быстро в геометрической прогрессии. То есть поражает она их очень быстро все стадо каких-нибудь мух, клопов и так далее, все сразу, все грибком. Когда они переселяются, они же часто там крылатые и так далее, насекомые на какие-то соседние места, то они разносят с собой тоже гриб. Более всего описано энтомофтора мусской, то есть осенняя болезнь мух. И как раз я к картинке приводил именно поражение мухи. То есть она, в общем-то, классическая. То есть они ее прикрепляют, убив муху, и с прикрепленной мухи они отбрасывают канидии. Описанные случаи массового гибели насекомых довольно такого вообще. Допустим, описан случай в Украине, что сначала гусеницы объели всю листву дуба и страшно там размножились. А потом всех этих гусениц покрыло энтомофтора. И получилось, что вообще полностью ствол дуба полностью покрыт этими мертвыми гусеницами, из которых растут грибы. То есть сначала там у гусениц был большой успех в популяции, а потом всех их долбанул гриб. То есть дуб покрыт мертвыми этими гусеницами с грибом. Ну и другие всякие тоже эпидемии там этих жуков и прочее. Что интересно, они паразитируют на комарах, что очень нам важно по тому же типу. То есть белый налет на комаре и все, он умирает. Поэтому длительно пытались их культивировать и разводить, чтобы допустим использовать против комаров или против других насекомых. На культуре он обычно не растет, поэтому их разводят на насекомых. То есть ловят насекомых и на них уже разводят гриб. Таким образом осуществляют наблюдение за грибом. Ну хотя вот экспериментов таких было много и по поводу тлей, клещей, пока все-таки в качестве массового такого средства борьбы гриб с насекомыми не используется. Ну да, пытаются получить методы, которые бы позволяли разводить этот гриб, так чтобы вызывать эпидемию среди ненужных нам насекомых. Потому что она эффективно убивает массово этих тлей, комаров и так далее. Порядок зоопаговые менее известен. Это паразиты. Ну в общем вот на картинке, вот он там пророс внутри какого-нибудь маленького червя. Где он еще может внутри амебы прорасти и ее полностью угробить. Ну в том числе зоопаговые могут, в общем-то, на любых мелких всяких животных тоже прорастать и их уничтожать. Ну в общем вот все примерно так по минимуму о других порядках зигомицет. Продолжение следует...